Сюжет с царским мостом, который я писал неоднократно. Сейчас вот надоело сидеть в мастерской, хорошая погода и состояние вечернее. Сейчас вот я думаю, вертикально или горизонтально. Можно, конечно, взять вот какой-то фрагмент, тут такой вот вертикальный. Обычно я горизонтально пишу, а сейчас попробую вертикально. Сутью этого пейзажа является свет такой, и гамма необычная. Здесь нет синих, ну, за исключением каких-то в тенях вот тут есть синие. А так, какие-то другие цвета, можно смотреть. В общем, какая-то такая композиция. Будем пробовать. Широкая кистью. Чтоб не просвечивал холст, сзади у меня стоит подкладка. Такая вот, в которую я потом и понесу все это. То есть вот отсюда, сюда, здесь динамика, вот цветовая. Температура здесь теплая, здесь холодная. Сейчас ответ в воде. Вода чуть темнеет. Ох, какая желтая, надо ее нейтрализовать. Над горизонтом она. Ближе сюда к горизонту краснее. Растикально. А тут уже начинает она утемняться. Красного, зеленого. По 100 с ней. Заложим вот эти дальние деревья. Интересные, сложного цвета. Жене. Дальние деревья, они такие холодные. Прямо можно их с преувеличением. Так потихоньку раскрывается хвостик. Вот, ну и ветки. Вот, ну и ветки. Вот, ну и ветки. Красиво получается. Да? Красиво? Красиво? Да, ясно. Такой ответственный момент с этими ветками. Вот они там прозрачные. Надо так прозрачно и делать. Соблюдая пластику движения. Как потухло первоначальное мое вот это небо, которое мне казалось к белому холсту. Достаточно интенсивное на самом деле. Ему можно было в два раза интенсивнее брать. Так вот. Сейчас надо добавлять туда теплых, каких-то светящихся таких моментов. И так дальше. Стволики, движения. Тут таким беглым мазком. Заодно и оправдываем вертикальные предпочтения вертикальности. Выбор вот этот вот я сделал в пользу вертикального формата. Сейчас надо его как-то оправдать. Прикольно. Ну вот последние какие-то такие мазки. Видно, видимо, нужно куда мыслить. Спаселёк-то простые. Где? Здесь-то? Да нет. Здесь-то, я думаю, нормально. Тут даже если есть что-то, так по колено даже не будет. Город беспокоится. Как бы не затонул тут художник-то. Ну, правильно. Вот так вот. Саунышко садится. Тут было бы хорошо самим мазком фактуру передать. Например, вот, например, вот, кладку. Кладка идёт вот так вот, вот, вот с замковым камнем. На одном из камней. И на одном из камней здесь дата создания этого моста. Напомню, что мост в Екатеринбурге называется Царский. Царь, правда, по нему не ездил, но к его приезду был построен деревянный на этом месте. Потом дом, мост построили каменный, а название осталось Царский. Там вам виднее оттуда, чем мне. Народу нравится. Ну и хорошо. Но верить народу нельзя. И, наверное, так под этого люлюка не домой-то принесёшь работу. Думаешь, ой, шедевр, видимо. А нет, там всё наоборот. Так что не надо никого слушать. Лучше всего знает сам художник. И хорошо, если он критично, так сказать, к себе относится. Я как-то слушал монолог интервью с Васильевым, балерон наш. Он прекрасно рисует. Он говорит, я раньше всё, что не нарисую, так мне нравилось. А сейчас, чем больше я рисую, тем меньше мне мои работы нравятся, тем больше я рисую недостатков. Да? Наверное. Так и должно быть. Можно заканчивать. Можно заканчивать. Вот. Вот. Так вот. Аккуратнее надо с этими химическими красками, цветами чернильными. Ну вот, дома. на утро решил закончить с этой работой работу над ней. Решил вот прибраться сначала. Тут такие были веерной кистью были такие вот видите, небрезжные такие вот эти вот отлипы. Вот их можно немножко там где-то надо. Не надо всё заглаживать ни в коем случае. Ну вот, там где-то надо можно прибраться. Подпись надо поставить. Поработать может быть. Вот какие-то есть такие вот места. Блестят. Ничего не видно. Вот так сбоку лучше. Попробуем. Оградку тут вот поправить вот где-то. Не обязательно её всё прорисовывать. Просто так сымитировать, что называется. И вот очень деликатно сюда можно ввести вот мотив такой светящихся вот этих веток, но крайне деликатно в какой-то в такой вот мере. Тут вот у нас заявлен свет. Кстати, тут заявлен, так он, наверное, где-то и может попасть тут. Не надо. Там не обязательно. Здесь вот, может быть, и не надо. Дробиться начинает работа. Ну и на заглавку, может быть, попробуем поправить ещё там веточки. как-то такой, образ такой арки. Надо ли что-то в этом углу, не думаю. Тут, кстати, уточки плавают, можно поправить. Не каждый поймет, но потихонечку аккуратно можно сделать. И самое главное качество работ написанных с натуры, что такие цветовые ношения никогда ты сам-то и не придумаешь. То, что сделано в мастерской, ну вот попроще. А в натуре здесь столько разных нюансов неожиданных делает художник для себя. Есть творческий процесс, это и есть школа изобразительного искусства природы. Игорь Негода